Это у меня все почему-то звонят и говорят, ну рассказывай. Главное, люди звонят и говорят, ну рассказывай. А, то есть вы надоели себе рассказывать, да? А я думаю, а что рассказывать, я уже не знаю, что рассказывать. Нет, чем вы живете, чем душа ваша наполнена, поделитесь. Даже чем вы живете, чем вы живете? Я вообще, у вас, когда я говорю живо-здорово, я сейчас к вам не применяю. Насчет, говорю, живо-здорово, это к душе, ну можно, да, сказать. Но чем вы живете-то сейчас? Как у монахов, у кого там было, они спрашивали, как спасаешься? Спасаешься, абсолютно. Вот я часто забываю об этом, себя спросить, как спасаешься. А порой не спасаюсь, честно. Говорю. А знаете, вот мысль-то какая насчет спасения, что спасение только, вот когда вот я занимаюсь собой. Ну, как сказать, такой, как бы, вроде эгоизм такой кажется, спасаешься собой, занимаясь собой. То есть, чем занимаюсь? Занимаюсь очисткой и, как бы, фильтрацией, что происходит у меня. То есть, вот, как бы, бредним, как бы, провожу через свою душу, бредним. И что в этой, в этой, и у меня, у меня просто всегда какой-то, какой-то ил, ил какой-то такой, з, думаю, может быть, это плохо. Почему Господь не очистит меня и сразу каким-то не сделает, каким-то, он же может меня взять и очистить, чтобы я уже, почему Господь меня не очистит, вот что, почему я. Ну, я понимаю, ну, я, допустим, так не думаю, я вообще себе вопрос такого не ставлю, допустим, собой заниматься, да. Это, как, как опять Господь сказал, кто хочет идти за мной, отвергнись себя вообще, забудь вообще о себе. А как собой заниматься еще? Нет, собой заниматься, значит, отслеживать свои, когда мы начинаем видеть в других какой-то, ну, какое-то, это, несовершенство, то это несовершенство, это твое несовершенство. Ты это несовершенство видел своим несовершенством. И начинаешь, ты смотришь, а что в тебе, почему ты увидел это? Блудник видит блудное в другом, вор видит вор, всегда вора в другом. И всегда вообще такой есть принцип, да, хочешь, как сказать, обличить другого человека, обличаясь своими грехами. Вот чем ты живешь, и тогда это будет более, потому что это будет ярко, это будет доказательно. И поэтому всякое обличение другого человека в чем-то, только ты можешь своими. И поэтому не то, что собой заниматься какой-то такой эгоизм, нет. Именно собой это значит, когда ты начинаешь видеть другие грехи. В первую очередь надо различить сначала, что такое обличение, а что такое осуждение, чтобы грань, не перейти грань вот эту вот. Потому что она настолько тонкая иногда бывает, вот эта грань. Ну и как вот вы сейчас поживете? Вы живете своей душой вообще не заняты? Ну, как не заняты? Я говорю, отвергнуть себя, это не значит отвергнуть, отвергнуть сам какой-то анализ себя. То есть не то, что, ну... А я сейчас, а я как, я себя сейчас не анализирую, я от людей, допустим, жду анализ. Что люди обо мне говорят, то и правда, значит. Вот, и на этом основании уже и как бы и строили исправление свое. А то, что о себе я там могу сказать, да я могу о себе придумать все, что хочешь. А вот люди всегда скажут правду. Ну, ну, тогда это правда, что вы занимаетесь бизнесом? Это правда, что ли? Ну, ну, я не знаю, конечно, в принципе, нет, но... Ну, пускай для них, пускай для них, кто говорит, правда. Нет, я думаю, что у вас... Потому что, вот смотрите, у меня были такие помыслы, да, вот. У меня предложения были из некоторых епархий, вот, заняться таким, ну, бизнесом. Вот, я пробыл в нашу епархию, в городскую, допустим, ну, с ними, и причем успешно они одобряли. Потом в Курскую епархию обращались некоторые храмы, иконы отдавали под реализацию. Вот было, такое было. Ну, я же не могу, значит, ответить от того. Откуда? Ну, ну, слава Богу, слава Богу. Я вот к чему, что наше понимание именно себя, что я делаю. Вот, когда нас люди видят, говорят нам, ну, это когда мы видны людям, когда... И когда... Бизнес это тоже, опять же, ну, как, что такое бизнес? Бизнес это слово, дословно, дело. Почему дело, почему бы нет? Дело, вы же, как сказать, другое дело, что вы этот бизнес, ну, как сказать, дел, это дело назначаете для, там, ну, не знаю, там, ну, что, вам, я просто не могу понять, что, что вы кровать себе богаче сделаете, что, вот, ну, не знаю, у вас телесно вы не можете, уже, как сказать, соприкасаться со грехом. И поэтому слово бизнес в данном контексте звучит для вас просто не, ну, не применительно. Потому что бизнес это некое, то, что я могу, могу использовать для своей власти, для своей какой-то... Ну, это понятно. Тут вопрос в другом совершенно. Вы видите, люди, которые говорят это, да, пусть они, они пусть утешатся этим, вот, что я бизнес. А я знаю, что это неправда, понимаете, и мне Господь в зачетку поставит плюсик еще один. Вы как, вы как, Господь у вас принимает экзамен? Ну, конечно, а как же? Ну, это какой-то протестант. Ну, почему протестант, это же этому Серафим Царовский, даже, и такое у него есть, понимаете. Как он сказал? А? Как он сказал? Ну, я уж, я не помню, как он, как он говорит. Я не помню, чтобы он там говорил, что-то типа там, он не знает, он не знает каких отношений с Богом, как у учителя и... То, что выгодно, допустим, мы ищем выгоду какую-то, вот, в отношении с Богом, какая благая выгода. Ну, чтобы нам спастись, мы как бы, ну, опять же, мы же выгоду ищем, собираясь, стяжая богатство на небесах, мы же стяжаем его, правильно? А каким образом мы его стяжаем? Делая добро, мы стяжаем богатство. Ну, мы же его стяжаем, сундуки-то накопляем. Ну, то они... Иной раз, и не иной раз, а все... А, ну, да, он говорил про купе... У него же отец был купцом, и он такой был достаточно... Во-во-во, купи себе там это... то богатство приобрети, да. Он был купцом, и он его хотел, чтобы тоже маньшины купить, маньшин, маньшин. И возьмем вот любого человека. Разве было у нас у кого-то из нас, людей, было доброе дело без умыслов? Ну, не бывает такой чистой милостынике. Ну, да, всякое наше даже, ну, как сказать, движение, такое, казалось бы, да, оно все равно испачкано всякими... Да, конечно, конечно. Как в этом фильме «Оскар» по-моему, говорит, «Мои добродетели все смердят, перед богом воняют». Да, ну, слава богу, что... Нет, слава богу, что у нас общение именно об этом. Потому что общение сегодняшнее... Я вообще не понимаю, о чем... Поэтому я, кстати, к вам-то и звоню почему иногда часто. Потому что, потому что, если, например, это не нравится, то трудно начинается, в труд какой-то вхожу, то начинается какое-то понятие, что... То есть я какой-то... Я постоянно ищу праздничка, праздничка какого-то... Ну, вот вечером я должен какой-то... Мне Господь должен какой-то дать праздничек души, чтобы душа моя там возликовала и праздничек какой-то был. То есть и вот этот праздничек, что за каждое какое-то дело я должен получить праздничек. У меня... Кстати, это Мамонов такой есть. У него вот очень так это... Он это четко проявил. Он сказал, что вот, и говорит, там... Весь я такой православный, казалось бы. А вечером, говорит, лежу пьяненький такой. Потому что я ищу постоянно праздничка. Вот, то есть, чтобы Бог мне дал праздничек за какое-то мое... Даже самое... Такое простое доброе дело. То есть он в основном... Вот это в душе вот эта какая-то мерзость какая-то, что я жду все равно какую-то себе награду уже здесь. Здесь я ищу награды за какое-то мое дело. За какой-то мой... Какой-то душевный порыв какой-то. Вот я порыв сделал и все, и должен получить какую-то компенсацию. Компенсацию. Вот это здесь. То есть, если я эту компенсацию не получу в ближайшее время, то как бы у меня это... Зачем мне это делать, если у меня нету какой-то прибыли? Почему нам Господь и предлагает отвергнуть себя, а? И человек, если уже человек не живет, ну, как мы, допустим, считаем монахов, там, жития, как отвергали себя, ну, что они там вообще... И не кормили себя, и не одевали ничего совершенно. Конечно, а у них тогда и нету, и отпадают вот эти все пожелания. Какой в пустыне, какое у него пожелание воды? Он прекрасно знает, что он придет сейчас в свою вечернюю в свою землянку прыгнет, там воды-то нету. Он... Какие у него и желательства? Там тепла нету, там ничего нету. Я говорю, когда... Я говорю, отец Серафим стоял тысячу дней на камне, давайте, говорит, давайте 15 минут, час постоим на камне. Мы встали на камень, час стояли. Я говорю, колени так заболели. Камень, ну, это что такое камень? Это твердая такая порода, которая твои колени превращают через какое-то время просто в такой большой... Не то, что синяк, боль невыносимая. Мы насколько... Мы оскудели, насколько, что просто сегодня нам не понять тех людей, которые жили. А те жили... Там жизнь была, она очень такая была... Все зависело от Бога. Ни медицины никакой не было. Человек заболел и умер. Все. Человек заболел, помолились, выжил. И все от Бога было. Вот это все... Потому что, когда медицина пришла, началось копание в каких-то молекулах, и началось... И люди перестали... Перестали уповать на Бога. И мало того, тогда не было никаких... Таких обезболивающих. То есть, обезболивающие привели к тому, что люди перестали верить в Бога. Боль... Может быть, я уже говорил эту мысль. Ну, боль, она соприкасается именно со Христом. Боль, это именно божественное... Божественный промысел на жизнь человека. Для меня преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонский, это было два столпа. Два, два. А еще царь-батюшка. Это то, что... Вообще, я соприкасаюсь с их жизнями так... Вот я помню, в советское время, когда его хаяли, тогда их тоже хаяли. Помните, да? Царя-батюшку. И потом показывать начали его кадры, кинохроники вот это. И я вообще подрисался. Вот это удивительный человек. Говорю, какой... Как можно сравнить там с госсекретарями там, с этими... С Брежневыми там, или... Это он каждого казака целовал по-христиански. Вот помните этот кадр, да? Когда казаки идут? И он каждого... И дает ему яйцо. И Христос воскресе. И трижды. Трижды. Я не знаю. Если бы я встретился с царем батюшки, я не знаю. Я бы, наверное, на колени перед ним упал бы. Просто вот как... Перед на самом деле удивительным человеком. Просто такой человек, который, обладая всеми... У него даже кровь была... Можно сказать, нерусская. Глупая была кровь. Ну да. И что... Это насколько... А у него жена. Императрица вообще не... Англичанка, да? Там... Я вообще в это... Я не проникаюсь как бы этим совершенно. Ну, они святые. Они уже на небе. Они с Богом. Нам вообще этой темы... Зачем нам вообще ее... Нет. Мы когда начинаем хаять... То есть святых уже начинаем хаять. Он был со слабой... Ну, и Игнать Тихнич опять. Ну, потому что Игнать Тихнич для меня... Как сказать... Красная... Красная тряпка для быка. То есть он раздражительный. Я ему второй раз говорил. Я говорю, вы провокация. Я... И провокацию. Я на эту провокацию. На что я действую. На что я... А где он? Он опять о царе что-то говорил? Да. Вот недавно опять про... Он же этот... Взял для себя... Этот... Как его... Девиз... Царя-батюшки. И постоянно... Его имя сюда за него задевает. Мало того, потом мой комментарий убрал. И на следующий... Через какой-то... Опять я... Начало посмотрел. Думаю, хаять, не хаять. И опять начал по царю-батюшку прошелся. Ну, ладно. То есть уже... Тут уже что можно говорить? Мой комментарий он выбросил. И опять продолжает свою линию. Вообще для меня... Ну... Тема новомучеников очень серьезная. То есть такая была сжатва Бога в Царство Небесное, что говорят, за это время святых было больше, чем за все время истории христианства. За все время истории христианства. За это время было больше. То есть рай пополнился настолько сильно, что я не знаю. Дай Бог нам, может быть, как сказать... Нам не дай Бог пережить с этой стороны это время, чтобы мы дожили. И в то же время, когда придет антихрист, будет убивать именно так. Всех, кто не согласен с его... Никто не будет поклоняться ему. Но мы, я думаю, не доживем до антихриста. Ну, а вот как относитесь к тому, что он часто использует латину по поводу Серафима Царовски, когда молился к Богу, да? И Господь ответил ему, говорит, не пощажу и не помилую, да? Но он берет вообще есть контекст. Он же взял и вырывает. Он же святых отцов, жития святых выбирает именно то, что ему там вонючей водой, там, какими-то там вещами. Ну, он это выбирает именно для себя. То, что ему удобно, ему выгодно. А какой там контекст, я что-то не помню, ему же я не считал. Не, он же не берет жития святых, там, этого святого Бонифатия, который там блудником вышел из кровати своей любовницы и стал христианином, мучеником, убиенным. Он не берет, там, я не знаю, там... Не, ну, я не об этом. Вот, допустим, он же барьешка, Серафим, увидел вот такую гибель священства, да. Он ему прозрел вот это. И он молился, чтобы Господь пощадил священников. Ну, о пощаде такое молил. А Господь сказал, не помилуй, это что значит, не помилуй? Ну, как не помилуй, если ты молишься Богу с покаянием, не помилуй. Не помилуй, не помилуй, это получается, что священники не спасли, значит, если Господь сказал, не помилуй. В то время, представляете, какие были священники, а сейчас какие мы... Мы еще хуже стали. То есть, что нас ждет со всех? И Игорь Тихонович вообще говорит его вся риторика, мы все в аду будем. Вот его риторика говорит о том, что мы все будем в аду. Ну, я о чем и говорю? Если о тех священниках сказал Господь, не помилуй. Все, и делайте выводы. А сегодня священники в каком состоянии находятся? Я не то, что... Я там... Я эту тему просто развиваю о том, что... Вы вот сейчас о иконе рассказываете, да, вот, святые там, новомученики. Но Серафиму Саровскому Господь сказал, не помилуй. Это о чем говорит? О том, что в рай не возьмут. А лестница, помните иконы лестницы? Когда там вот ангелы, лестница такая до неба. Мне все, она очень нравится, эта икона. Она такая очень... Она с какой-то стороны жуткая. И там епископы какие-то, епископы, священники. На этой лестнице монахи. Вы мне никак не проникнетесь, не поймете никак. Я говорю о том, что вы говорите о новомучениках, об этих. Понимаете? А Серафим Саровский молился. И Господь сказал, что я их не помилую. Вот. Это говорит о том, что это может они не новомученики, а может быть они вовсе не святые. Не знаю, Сергий, вы сегодня какое-то настроение какое-то у вас очень... Причем из настроения, я вопрос, вот, вопрос такой... Нет, это новомученики. Я по Лапкину спрошу, Лапкин почему, я говорю, потому что, то есть Лапкин почему вот этим пользуется Серафимом Саровским? Он намекает на то, что эти новомученики все, они не какие-то новомученики. Понимаете, о чем он говорит, Лапкин? Потому что Серафиму Саровскому сказал, когда Господь не пощеруй и не помилуй. Не, они кровью своей, некоторые просто кровью своей отдали свою за христианскую. Они сказали... А нам откуда знать, что они... Они правильно кровью дают. А нам откуда знать? Он же опять же Лапкин говорит, вы не судите преждевременно. Откуда мы знаем? Не, как преждевременно. Есть определенные... Есть даже... Есть такие семь томов, семь томов новомучеников, исповедников российских. И это написал Дамаскин. Игумен Дамаскин. Он такой был. И он до сих пор есть. Его, кстати, почему-то сейчас задвинули немножко. И он там прям все эти архивы поднял. И сегодня, кстати, эти архивы многие закрыли опять почему-то. Непонятно. Но вот он эти архивы поднял на допросах, на расстреле. И там видно, что человек просто исповедовал веру христианскую. Он просто не отказался от веры. Он не стал сотрудничать с властями. Он не стал предавать своих друзей. Ну как? Это Игнат Тихон, пускай я так думаю. Но... Да, были... Это правильно. Это есть отдельный случай. Но посмотрите, какие массовые были, да? Там сотнями под лед закатывали. Там, я не знаю, как только они ее уничтожали. Массами, вагонами уничтожали. Но их же нельзя всех. Тогда бы одну всех назвать новомучениками. Я считаю, что все новомученики. Потому что... Святая и святых, помните? Ну, Серафим же Сорокский сказал, не пощажу и не помилую. Не пощажу, это значит, на земле не пощажу. А не помилую, это значит, в раю не помилую. Я их в раю не возьму. Они кровью, они просто умерли в каком-то своем, там, в своих грехах. Да, это понятно. Но Бог-то ответил, что не пощажу и не помилую. Они умерли. Они умерли, но Серафиму Сорокскому Бог сказал, что не помилую. Но не мученической жизни, мученической кончины, когда умирает человек, он умирает кровью своей, очищает все свои грехи. Если он не в секте, он в секте ушел в раскол. Если он не в раскол ушел, то он кровью может очистить свои грехи даже. Вот я о чем говорил. Я не понимаю, это Игнат Тихонович так говорил. Он вырвался контент. Я просто этого момента не помню. Вот я не помню этого момента. Там, наверное, что-то еще было. Ну, просто Игнат Тихонович любит вырывать так. Это такое протестантское мышление. И, к сожалению, это есть. Но я очень чту именно новомучеников, всех новомучеников. Я думаю, что крови ихней мы еще потом вспомним еще неоднократно. Я, на мой взгляд, и я считаю, что церковь... И, кстати, зарубежная церковь начала движение новомучеников. Не наша церковь. Первых царя прославили именно зарубежную церковь. Почему? Потому что... Я совершенно никак не говорю ни да, ни нет. Я вообще ничего позиции не хочу занимать. Меня вообще это движение никогда не интересовало. Ну, если честно, я к этому совершенно никак не принадлежу, никогда не задумывался. Какое движение, Сергей? Ну, вообще, вот, людей, которые ходят, допустим, там по крестной ходе ходят, там, вот, на поклонную вору, там, миллионы собираются. Я, как бы, ну, мне это далеке от этого от всего. Я молюсь царю Николаю, царю всей семье его молюсь. Я молюсь, я даже Боткина, которую сейчас хотят прославить, Боткина и тех, которые убили служанку, это все, это все именно... Они были убиты именно в этом таком ритуальном обряде. Ну, я вот сейчас Елизавету икону пишу. Елизавета с монахиней Варварой. Это вообще, я считаю, это просто... Их просто бросили, они там... Мы знаем их, знаем их жития, кончину знаем, да. Ну, а из этих, там, новомучеников, миллионов, тысяч, там, тоже как... Не миллионов, извините, Сергей. Надо, надо каждого различать. У нас, у нас есть жития явные. А есть, есть, даже сегодня есть такой процесс, когда, наоборот, узнают там уже обратные факты, и открываются эти факты, и многих святых, которые вчера канонизировали, сегодня их, наоборот, убирают с них святость. Потому что там, оказывается, что они там и предавали, и там закладывали всех своих знакомых. И этих я даже не общаюсь. Я даже... Я именно те, кто... Простых мирян даже. Пришли, там, я вот читаю, там, вот просто возьмите, есть такой фонд.ру, кажется, фонды. Ру, там есть как раз вот этот сайт новомучеников. И там очень хорошие есть данные об этих всех святых. Вот я многих святых очень... Мало того, мне очень нравится Иларион... Как его? Иларион Троицкий, который написал книжку «Без церкви нет спасения». И он был убит... Он в славках помер от чахотки или от чего-то. И его житие просто удивительно. Я просто его... Ну, просто... Книжку его считаю одна из лучших. То есть, вот уже... Сколько я же назвал. То есть, это... Это вот надо вот просто вот тех людей... Вот тех людей с ними соприкоснуться, с ними святыми. Вот они именно святые. И был удивительный момент, это в книжке Архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Помните? Ну, слышали, наверное. И там есть очень удивительный момент, мне понравился. Пришли вот эти красноармейцы к какому-то монастырю. И выходят братья все с такими животами, как вы сказали. Животы вот эти все, такие толстые все. И он им говорит... Ну, они начинают там, их там начинают там, это... Над ними там издеваться там, начинают. Игумен вышел, говорит, братья, говорит, давайте, говорит, жили как свиньи, давайте умрем по-христиански. И вот она, вот она. Вот из-за этого, видите, вот, ну, раз получается сегодня такой разговор, да? Вот из-за этого принижения, вот с Бальчиком Сергеем Тургудемым, вот он тоже выступает, допустим, о том, что повышать надо планку входа в церковь. То есть понижать планки слишком высокие, вот эти широкие врата сейчас входа в церковь. Вот и вот из-за этого всего, потому что настолько мы поразматривали вот это все. Вход в церковь слишком он узок, он слишком-слишком-слишком узок. Нельзя туда войти вот с такими пузами и со всеми там вот этими своими примочками. Если положить голову на плах, у тебя отсекли голову, и все, это в рай попало. Это невозможно. Со своими страстями внутренними одной головой не расплатишься. Ничто нечистое в рай не входит. Понимаете? Слишком узок туда путь. Невозможно. Невозможно никак. Что невозможно Богу. Ой, что невозможен человеку, возможно Богу. Это мы утешаемся только этим, понимаете? Пока там... А что, для чего? Чтобы Богородица спасает, выдергивает за спиной у Бога. Вот мне священник рассказал, за спиной, то Бог не видит, а Богородица по одному спасает. Вот так вот. Ну нет, это неправда, конечно. А вот она вот это вот неправда, она сейчас и гуляет во все. А из-за чего все пошло? Из-за того, что вот врата вот эти вот распахнули. Входите, кому делили. Хорошо. Мы сейчас расскажем вам сказки там про белого пучка. Как вы ходите в эти врата? Надо вот, надо говорить прямо людям, что вы не спасаетесь, а не вот этим вот как бы не утешать их, что вы все спасетесь. Я говорю, что он сегодня как раз по этому поводу вот этот зашел-то, Гордеев. А он Осипова слушает просто, понимаете, как. И он этим утешается. Он пьяный постоянно. Вот там у него все беседы с Гордеевым, он пьяный везде. Он курит по две пачки в день. Но у него есть надежда, потому что Осипов сказал, что спасутся все. Что ада нету вечных, вечных мух нету. Ну, послушайте, он и весь опять пьяный. И мне вот звонил пьяный опять. Родила? Он сам говорит, я пьяный, извините, я пьяный. Ну, видите, красавец, он зато искренний очень человек. Искренний. Ну, вы как сказать, вы как к нему относитесь-то? К этому Гордеевым пьянику? Я его, мне он нравится. Ну, вот за искренность, может быть, и нравится. Ну, то есть я с ним с удовольствием. Я его слушаю все время. Я вообще пообщался с ним с удовольствием. Я думаю, он просто из-за того, что у него особая привязанность вот к этому, к спиртному, к сигаретам. Ну, курит, я не знаю, сколько он там, 70 лет уже курит, да. Вот, он ищет оправдание своим грехам. Вот, и его очень смущает то, что ему говорят, что он не попадет к Богу с этим. Ну, а мы, ну, реально, ну, как, разве возможно вот с этими, со всеми делами к Богу попасть? Возможно. Никак. Никак вообще никак. Вот мы, вот знаете, меня, Игнат Тихонович, в ад меня послал уже, знаете, да. Пока мы будем вот верить в то, что простит, простит Бог вот такого Гордеева, да, вот с этим 70-летним нерасстоянным курением, алкоголизмом. А кого простит Господь, скажите, да, хоть одного человека, который сегодня, вы видите, что он спасается? Вот хоть одного человека нужно? Я не вижу, я сужу по завету, по словам Божьим, что нечистое, что нечистое не входит. А что, скажите, кто сегодня войдет в рай? Вы... Да никто, даже я, я туда не войду. Если только помилуют меня. Курите, не пьете. Как мы можем... Тогда кто войдет-то, скажите, кто войдет? Да нет, а сегодня, может, в год человек два спасается, может, три. Ну, значит, мы все в аду. Как это может меня утешать? Я только могу это сказать, ну... Вот только так, да. Это как, как говорят, бежит ноги в этой жаре, а голову в холоде. Пока мы будем утешать вот этим себя, мы не спасемся. Хорошо. Как мы спасемся, Сергей? Если будем находиться в постоянном накале, вот таком, что я не спасаюсь, я хочу спастись. Только так. Ну, хорошо, это вы так живите. Как вы другому это предложите? Да, ну, я не предлагаю, я, допустим, вот близким своим объясняю, да. Я говорю, ну, ты вот, допустим, ходишь так вот, делаешь что-то, а вот не спасешься, если так делаешь. Кто принимает, тот принимает. А Игнат Тихонович спасется, как вы думаете? Я в прошлый раз вам говорил, что у него мало шансов на спасение. Ну, а вы спасетесь? Я вам сказал, что нет. А кто же тогда? Я тогда ничего не понимаю. Кто тогда спасется тогда? Для кого вообще мы сегодня устраиваем? Ну, вообще, кто спасется тогда? Помните? Я не знаю. Я не знаю. Ну, тогда где Господь тогда? Где Он? Больше в милости или больше Он в осуждении? Зачем тогда мир продолжать? Ну, а вы будете пойти за то, чтобы все спасутся, да? Нет, я нет. Я против этой версии полностью. Ну, а кто тогда спасется? Вообще, это дело... Я тоже должен себя выдержать в аду и не отчаиваться. Вот и все. Вот так и живем. А отец ваш Георгий, как вы думаете, где он сейчас? В аду где он сейчас? Почему вы так думаете? Ну, я думаю, что на суде, если молиться я буду, но люди будут молиться, может быть. А зачем мы тогда молимся за мертвых? Может, это не надо? Зачем? У нас же суд еще будет впереди. А на суде... А зачем молитвы напомянуть? Эти молитвы куда они? Они нигде не сказаны, что молитесь за мертвых, и они спасены будут. Где написано это? Нет, зачем написано? У нас вера-то какая. Мы поэтому и молимся, чтобы Господь помиловал. Ну, нет, такого писания не написано. Вы что, а мне еще 50-ник увидели? Я не пойму. Вы меня пытаетесь. У нас вера одна. Ну, я согласен. Я поэтому говорю, мы молимся даже за самых безнадежных. Мы молимся. Самых безнадежных. У меня трое друзей. Один повесился, один под поезд попал. Я за них даже молюсь. За повешенного тоже молитесь? Ну, вот видите, я что могу вам сказать? У нас равно... Мы там, понимаете, вот закончится наша жизнь здесь земная, и все нам откроется. Все нам откроется. А зачем? Я не жду открытия. Я просто... Он снится мне, допустим, сны. Они мне покойники. Мне каждую ночь какие-то покойники снятся. Вот. И я молюсь за них. Я за него помолюсь, он не снится, перестает сниться. Вот сегодня один приснится, да, другой, после этого третий. И я вот так раз помолюсь, он раз, не снится. Потом месяц, через два раз опять приснился. Я опять помолюсь, он опять не пропадает. Ну, я так, кстати, их спрашиваю. Когда приходят, говорят, мы отслужили панихидку, подходит и говорит, я говорю, снился вам отец ваш? Да, он говорит, снился там. Или не снился. Если снился, то плакал, то мы молимся еще. Потом он говорит, не снился, успокоился. Она успокоилась. Понимаете, это настолько сокровенно все. И все, что происходит. И церковь сегодня, я не знаю, если вы сейчас говорите про эту узость, то никто нас вообще, тогда вообще никто не спасет. Вот только так спасаться будем. Пока мы будем думать, что мы не спасемся, тогда мы только спасемся. Я согласен, Сергей. Вот я очень с вами согласен. Сейчас я начну по вашим словам движение и попаду в самый такой тупик, что Господи помилуй. Я вам об этом не понимаю. Я вас не наставляю, чтобы вы там людей-то бы этому учили. Куда вы попадете, вы действительно, вас это запинает тоже и все. Нет, запинает я не боюсь. Я не боюсь этого запинать. Я боюсь именно, что я сам влезу в такую гордыню свою, что я сам не справлюсь с той планкой, которую я задал. Понимаете, в чем дело? Я сам в страстях человек. И поэтому... Ну а в чем, чем вы видите, какие сложности появятся? Сложности появятся... Ну как сказать? Все крещеные были. Все были крещеные, а вдруг стали не крещеные. Это очень странно. Сегодня надо... Вот ко мне, я никого не крещу сейчас из таких вот. Ко мне приходят, говорят, вот я крещу батюшка. Я говорю, я говорю, у меня есть условия, я не могу крестить. Пускай другое идет. Я не могу, потому что я знаю, что я на себя беру ответственность. То есть я не ставлю себе цель заработать на этом. Хотя, конечно, хорошие деньги в год, можно сказать, уходят от этого. Ну, я... Вот так я себя настроил. Пускай это будет моя какая-то форпост, которую я... Пускай придет владыка, скажет, вот там крести... То есть, когда мне говорят, извините, есть постановление... То есть, даже так, вот где... Ну, как сказать, где я могу быть исповедником? Вот в том, что я могу стоять в какой-то... Хоть в какой-то... В какой-то очень низкой планке. Пускай эта планка будет очень низкой, но пускай она будет. И я эту планку постараюсь не опустить. Пускай. Да, я сам знаю, что меня где-то и несет где-то. И я знаю, потому что я человек тоже грешный. Грешный. Я немного грешный как-то. Это не мое достоинство. Это мой недостаток. У меня порой и слез нет на моем грехе. Ну, что мне делать? Я уж и так, и сяк. Порой придут слезы вдруг неожиданно. Я этим слезам рад. Этим слезам рад. Они приходят неожиданно. И это, я говорю, милость Божия. Если мне Господь еще дает плакать о своем... Не дает мне Господь очищения. Не дает. Почему? Я не знаю. От многого очистил. А что-то оставил. Что? Зачем? Почему я страдаю от этого? Я не знаю. Но я четко могу сказать, что церковь сегодня все равно она такая, вот какая она сегодня имеет форму. Пускай она худая, плохая. Пускай такие люди у нас там в этой церкви. Тогда в конце концов мы и церковь надо... То есть, ну, я все согласен. Сегодня очень сложная ситуация. Очень. Настолько сложная, что я говорю, я никого не сужу. Я себя, себя-то я не могу контролировать как особо там. И поэтому я не выставляю там свои какие-то там... Может быть, порой мне не хватает какого-то общения, чтобы мне выговорить самому. Потому что есть у меня священник, я вот к нему буду ездить сейчас, и мы с ним будем общаться. Он как бы дал, открыл мне с ним общение. Потому что у меня душа тоже болит. Я тоже со многими согласен. Я говорю, что мне делать, как мне изменить, что я могу сейчас в данный момент сделать, сейчас конкретные шаги. Я не знаю. Вот я не знаю. И Господи, я говорю, прими, как вот у меня есть. Какую мою жертва? Она, пускай, не искренне будет. Ну, какая... Какая... Я от всего сердца. Я не знаю, чего мне надо еще сделать. Ну, я пытаюсь сейчас хоть кого-то привести ко Христу. Ко Христу. Не к себе, не в церковь, не свечку поставить. А ко Христу. Я... Я... Вот это я не знаю. Я полностью уповаю на Бога, на Его милосердие. По суду, по суду я буду в аду. Правильно. По милости я надеюсь на милость Божию. На милость. Я больше не начну не надеюсь. Как разбойник. Мы поэтому всегда уже эту, можно сказать, такую фразу сделали перед причастием. Я как разбойник, да? Помяни меня. Как разбойника. Как разбойника. Ну, что я сделал? Я вчера никого не убивал, казалось бы. Ну, я, может быть, убил, я не знаю, в себе там. Кого-то уже, кого-то я убил кого-то. Я не знаю. По поводу разбойника. Я думаю, что сегодня, допустим, его тоже сует, куда не по поводу разбойника, этого бедного. Может, уже не бедного, конечно. Вот, опять же, что такое разбойник. Как бедный, а он не бедный, он в раю уже. Ну, да. Ну, того, того есть. Ну, о нем спокойно должны быть. Я говорю, того бедного, того бедного разбойника, когда тогда он был бедный. А, тогда он был, да, на кресте висел тогда. Я говорю, с ним произошло, вот, ну, хоть православие сейчас, да, его не принято употреблять, но, коль мы чрезогнатикнули, значит, да, мы другого понимаем. Произошло рождение свыше. То есть, это было рождение на кресте. Он явно увидел свои грехи и раскаялся о них, правильно? Ну, разве происходит вот это с людьми, да, сегодня? Конечно, что мы этих людей подгоняем, допустим, под участь разбойника, Господь, которого помиловал. Люди-то не рождаются и не каются, понимаете? А мы их подгоняем под уровень разбойника. А что мы должны сделать? Ну, по крайней мере, не утешать их этим. Вот разбойника, разбойника Господь помиловал, конечно, помиловал, он раскаялся и родился свыше. А люди приходят с этим понимаемым, что вот разбойника простил и меня простит. Да, а как еще? Пришла блудница и просил Господь ей все грехи. Так она покаялась. Покаялась. Вот это. А люди не каются. Мы это людям, если из тысячи, если тысячи один покаяться, это и есть наш плод хоть какой-то, понимаете? Я говорю к тому, что нельзя, допустим, приводить, сопоставлять. Это вредно, я думаю, сопоставление разбойника. У разбойника произошла встреча со крестом. Пускай будет так, а где я должен взять, а что я должен взять из Библии, что, какую фразу я должен, или событие я должен ставить во главу угла, какое. Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечером. Нет, ну надо этим, надо этим можем подумать. Чё ж тут. Подумать, если к вам придет какое-нибудь откровение, предскажите мне, скажите, вот я увидел, что вот в Библии и в Евангелии написано именно вот так. И это является блаженный миротворцы, блаженный нищий духом, блаженный алчущий и жаждающий правды. Это же не в одном человеке должно сочетаться. Если в этом тебе есть хоть милосердие хоть какое-то, то тебе Господь помилует. Да, ну, это что? Вот что есть сам Господь? Милость. Он на кресте. Если мы поймем, что без Него мы ничто, без Него мы ничто, но Господь сразу не очистит наши грехи. Он почему-то сразу не очищает. Это протестанты все святые становятся. Но у нас, оказывается, еще есть и надмение, и еще свою какую-то там, свою какую-то, какая-то планка. Мы начинаем ее завышать для многих. Мы вот тут спасаемся. Вообще есть верующие люди? Есть. Вообще, я говорю, у нас тут, у нас очень хорошее село. Тут были очень хорошие священники. Ну, как-то, я как понимаю, потому что они оставили очень хорошее наследие. Равно. Никто, конечно, ничего не знает. Многое, многое. Ну, они, у них, как сказать, что такое мордва? Это такой народ, который, ну, особо, они земледельцы. Они вот, картошка, скотина, хозяйство. Вот они пришли к вере, их там, в воскресенье, вот они ходят, покребятые. Вот даже я проповеди начинаю говорить. И то для них много. 30 минут для них много. То есть, вот я там говорю, там, там, все. Они, но я все равно говорю. Почему? Потому что это, это есть постановление, это есть, как сказать, канон. Обязательно читать проповедь. Если не можешь читать, читай на этом. Но если я буду читать этого Иоанна Златоустого, для них очень сложно это. Я им просто объясняю простые вещи. И они, они очень благодарны. Благодарность именно от чего, что они, я до них доношу, как стараюсь просто доносить. Стараюсь просто. Я не знаю, мне, конечно, заносит где-то, я увлекаюсь где-то. Ну, в том смысле, что я делаю для них, я так думаю, полезные, по крайней мере, плоды, которые они там подходят, говорят там, что-то. И мы сейчас хотим сделать беседку. Вот у меня сейчас как раз такая задача сделать рядом с храмом. У вас в храме как-то так не приспособлено собираться. Ну, как-то нету. А сделать рядом беседку. То есть, там, сруб сделать такой. И собирать там молодежь. Ну, всех по возрастным категориям я хочу собирать для общения. Вот именно после службы оставляться и начать просто общаться. И матушку вот сейчас подключаю, чтобы матушка тоже занималась с этими школьницами. Ну, а молодежи мало, да? Вообще почти никого никто не ходит. Тут как-то так повелось, что, ну, бабушки все стоят, бабушки, и все, в сном бабушки. С дедушки никого нету, какая-то такая... Ну, это везде, во всех селах, когда же мужчины в храм не ходят, они как бы боятся такого шепотка. Значит, что-то в тебе не так. Значит, там ты что-то согреешь. Если ты ходишь, если мужик ходит в храм, может, мужчина. Значит, что-то там сблудил. Хоть так. И они как бы вроде так стесняются этого, как бы стыд такой некий, что о нем подумают, что что-то у него не так в семье или там... Ну, у них и все... Ну, что сейчас происходит? Со всеми все не так. У нас со всеми все не так. То есть я единственное, что могу, говорю, матушка, мы хоть какую-то семью свою хоть будем держать, вот у нас будет семья, Господь созидит мою церковь внутреннюю, семейную. Вот они как бы приходить в гости, смотреть, как мы живем, уклад наш. И хоть этим немножко хоть заинтересуются, о чем мы живем, как мы вот так и к этому. Нами начнут интересоваться. И нам сейчас интересуются. Вот сегодня были, сегодня в больнице были с Иннокентием. И там я всем и в Англии дал, врачам. Они так это внимательно слушали. То есть это там, ну, как-то заинтересованно. Одна говорит, вот батюшка, вот у меня там... Отец больной, можете там его... Я говорю, ну, надо с ним поговорить, причастить его. Но опять, я как я могу? Нет, он неверующий, пошел... Он коммунист был, да и... Пускай он лесом идет. Сколько он там сделал вреда для церкви. А сейчас он умирает, к смерти подходит. Почему я должен к нему не прийти, не призвать его к покаянию? Если он покается, если он... Покаяние, конечно. Покаяние только через покаяние, а как иначе? А я сколько видел таких умирающих покойников, которые пред смертью... Вообще там, я... Я не знаю. Я так... Я его когда видел, когда он умирает, человек, в покаянии. Это просто радость для всех была. Вот для всех. Просто открыл глаза, какая-то у него свет какой-то зажегся, какой-то серьезный. Мы стояли с отцом Анатолием нашим, причастили его. У него прям глаза вот он открыл, как будто вот он... Все, он сейчас жить начнет заново. А у него рак там, последняя стадия. А мы приходим причастить его. Мы до этого его исповедовали. Все, он пришел. До этого, за два дня мы к нему были. Мы его исповедовали. Он там... Ну, как-то его... А он вообще уже ничего, уже ничего. Он там только махал рукой. Даже крест не мог перекреститься. Но хотел перекреститься. Намерение было. Потом мы пришли к причастию, там, в воскресенье. И он умирал так, что как будто у нас... У нас всех... Я говорю, батюшка, я говорю, неудивительно, как он умер, да? И батюшка, да, говорит, мы с ним говорили, как он умер. Он, а не, как причастился он. И через два часа он умер. Это у Сергеенко. Никита с отца. И вот представляете, вот это состояние, когда я увидел. Я увидел, что такое именно перед смертью покаяние. И вот этот рак, который посылается нам, это есть милость Божия. Через рак очищает Господь так, что какие-то болезни, когда ты, ну, причастившись, ты умираешь, после причастия какое-то время проходит, как Господь милость. Да, я вам рассказывал, у меня был какой, ну, случай, не знаю, не случай, ну, просто опыт такой. В общем, у меня у зятя, у моего отец умирал. Вот, но он прожил всю жизнь там, ну, че, мужик, мужик, поработал на заводе, да? Вот, ну, пьянка там, алкоголь, курь, вот, все там такое. Ну, абсолютно безбожник был. Вот, и он умер, вот у него примерно такая же болезнь-то по отца произошла. Ну, отказались суставы у него. Ну, просто перестал ходить, и все, руки там, ноги. И упал, и за три дня умер. Вот, и он умирал, как за два дня до смерти он созывал себе всех этих друзей своих. И проповедовал, чтобы они бросали пить и курить. Вот, то, что это очень вредно, что жизнь короткая и проще. Вот, я узнал об этом, что вот он в таком состоянии, я говорю, срочно священник к нему надо. Ну, я батюшке своему позвонил, там, где я говорю, и он там свободный был, присвященник, поехал к нему. Покрестил его, в общем, причестил, и он умер на следующий день. Поэтому говорит Господь, в чем застану, в том судить буду. А застану в чем? Часом смертном, в каком мы состоянии души, духа, ну, души предстоим перед Богом. Потому что можно всю жизнь там быть верующим, а потом уйти в такой, и в крест себя сорвать, и возненавидеть всех, и наоборот. Я говорю, вот у нас был удивительный случай, нас Господь как вот через это тоже вразумил. У нас 20 лет бабушка ходила в отраде, 20 лет в храм ходила, умирала там, умерла там, вся искожилась, там вообще страшно на нее смотреть было. Там ее батюшка там отпевал, там говорит, это что-то ужасное, кадила не ворочилась, слова какие-то путались. Что-то вообще там, вот нету, не то что радости там, вообще просто, она там в гробу лежит, там ее все развернуло, раскрутило куда-то ее. Так вот, там страшное дело, говорит, 20 лет женщина ходила, так она ничего и не поняла. И умер парень 20 лет всего. Умер, там вообще там какая-то такая случайность была. Случайность у Бога не бывает. И, говорит, отпевали его там, мы потом собирались, там как Пасха была какая-то, вот удивительная. Но его никто не знал, просто вот привезли человека, 20 лет парня, в гробу лежит, прям как вот живой. И его отпевали. И там, говорит, все потом удивлялись, какая радость была от того, что вот его, как у всех Пасха была на душу. Вот что такое, вот как это, как это объяснить, это вот, это необъяснимо. А он никогда в храм-то не ходил. Я в матерь спрашиваю, а он, да, он, говорит, как-то в последнее время как-то изменился он был. Как-то вот, как-то начало смерть, что-то как-то вот он, был такой момент его, какое-то преображение. Она его, она говорит, я его не поняла сразу. Это вот сейчас, когда он умер, говорит, я его, а та, говорит, я его не поняла, что он, что-то как-то странно, он говорит, какие-то вопросы задает. И вот умер так это, он пытался к матери, видать, что-то сообщить ей, она ничего не поняла. А та, говорит, ну ладно, что ты там говоришь там, что-то странности какие-то говоришь. То есть она никогда не задумывалась об этом. А тут вдруг он начинает и вопросы задавать, с ней поделиться хотел, она его отрезала сразу. А мы его, а его все потом, вот, причастили, когда его отпевали, мы его даже, он даже его, говорит, как Пасха была, у всех какая-то радость была необычайная. Вот что такое? Объясни, объясни, пожалуйста. Что сказано, если, говорит, как мы Господу можем обрести, да, когда мы посетим больного в тюрьме, ну, когда он это поставил, и он, ну, что посетил, чтобы навязывать свое мнение, он же должен послушать, прежде всего, больного, хотя бы, ладно, если он считает себя здоровым. А сегодня он приходит и навязывает свою тему разговора, конечно, это совсем другое. Да и посетить, опять же, это, вот, допустим, у людей тоже понимание такое посетить больного. Больному, по большому счету, посещение твое не нужно, большому нужна, больному нужна твоя помощь. У него что-то есть такие вещи, которые он физически не может сделать, а ты должен ему помочь. Ну, я об этом людям, конечно, не говорю, которые ко мне приходят. Вот, я, конечно, не буду никого. Я пару раз попытался кого-то попросить, то на меня посмотрели, так это самое. Вот, они приходят, нового на ногу закидывают и сидят со мной. А мне тут надо по делам, тут по дому надо подсуетиться. А люди-то этого не понимают. Они ему им сказали в церкви, что посети больного, да. А чем мне твое посещение? У меня вон в интернете полно таких жителей. Ну, да, это, это, это именно вкладывается именно по сети, значит, помочь. Помочь, конечно. Ну, значит, нужди. Конечно, посетить. Как это посетить? Ой, какой ты молодец, ты пришел. Да, нет, ну, это правда, да. Посетить. Ут, извините, утку из него убери, да. Поменяй утку, да, если там надо. Вот оно посещение. Конкретно что ты сделай, поменяй ему белье, там, я не знаю, там, вот оно посещение. И Господь именно как раз держит таких больных, чтобы ты проявил свое какое-то милосердие к ним, именно, ну, как сказать, именно, вот правильно вы говорите? Посетить это, значит, потрудиться. Ну, ладно, я, ладно. Все, наверное, на сегодня хваля, да? Непонятно, хвалясь. Ну, все, помоги, Господи, Сергей. Ну, давайте, ну, что я вам могу сказать? Ну, всякий этап жизни, давайте, говорится, у нас не один, не один этот говорил, понравилась его фраза, митрополит, говорит, говорит, я, говорит, не сейчас, я, говорит, горемыка, и ты горемыка, мы будем друг за другу молиться, вот два костыля есть, ты за меня, я за тебя.